Плыть над поймой Аки, наблюдая, как среди облаков играют лучи восходящего солнца, окрашивая покрытую травой росу яркими бликами. Воздушный корабль, величественно плывущий над поверхностью земли, послушный только движению ветра. Несмотря на все объясняющие движения аэростата, законы физики воспринимается как самое настоящее волшебство. Каждая оболочка неповторима и обладает своей собственной красотой, своим характером, узнаваема среди сотен других. В этом году в небе над Рязанью парят 26 аэростатов, вызывая неизменный восторг и улыбки тех, кто случайно увидел воздушный шар высоко в облаках. Вплоть до воскресенья рязанцы могут увидеть летучие корабли в небе. 26 экипажей борются за Кубок России и за Кубок Рязанской области. Мало кому известно, что для того, чтобы поднять аэростат в воздух, необходимо работать целые команды. Наблюдая воздухоплавателей в небе, мы и не подозреваем, какой сложный процесс предшествует полету. Аэростат состоит из корзины, газовые горелки и оболочки. Именно с помощью газа нагревается воздух, заполняющий оболочку и поднимающий шар в воздух. Добавляя или убавляя огоньку, пилот регулирует высоту движения своего корабля. При этом ловит ветер, лавирует между движущимися на разных высотах воздушными потоками. И процесс этот очень сложен технически. Перед каждым полетом пилоты внимательно изучают метеопрогнозы и уже в соответствии с ними выстраивают стратегию своего путешествия. Менять направление движения в воздухе невозможно. Чтобы достичь заданной конечной точки полета, необходимо выбрать максимально удачную точку взлета. Очень интересные места, очень интересные ветра, долина, которая всегда дает возможности в любую погоду, имеется в виду, конечно, не в дождь, но с хорошей вилкой летать пилотом, всем нравится. Фестиваль неба России к сегодняшнему дню уже стал легендой. Для спортсменов это второй по значимости рейтинговый чемпионат. Сюда из года в год приезжают самые сильные спортсмены страны, чтобы выполнить череду заданий в условиях одного из удачнейших для полетов ландшафта в пойме Аки. Каждый соревновательный день является своеобразным сюрпризом для участников. Задания спортивной дирекции составляют ежедневно, учитывая погодные особенности следующего дня. Это для всех будет как бы, ну, та приятная неожиданность, которую они за ночь придумают под утренний полет или в течение дня, под вечерний полет. Об этом никто не знает. Знают только его величество ветер, и они под ветер будут планировать, чтобы пилоты после полета пришли в бурный восторг и сказали, ну, такого полета в моей жизни не было. Нашей съемочной группе повезло наблюдать один из самых красивых спортивных полетов. Аэростаты стартовали в 18.30, немного задержавшись из-за капризов погоды. Но в целом зрелище, которое удалось нам созерцать, оказалось, как всегда, невероятным. Стоящие на земле люди воспринимают массовое движение шаров как чудо. А для каждого из пилотов это ответственный момент в спортивных соревнованиях. Основная задача пилотов – это прилететь в заданную точку. Для того, чтобы отметиться как-то в этой точке, как раз у пилотов есть вот так называемый маркер. Это, в общем-то, мешочек с песком, 50 грамм, зашитый в ленточку полтора метра длиной. Фестиваль воздухоплавателей состоялся впервые в СССР именно в Рязани. Это был 1990 год. После перерыва длиной в 15 лет в 2007 году фестиваль вновь стартовал над нашим городом. Каждый август завороженные чудесным плаванием воздушных кораблей жители поднимают головы вверх и машут руками, провожая сказочных капитанов, улыбающихся из корзин. Фестиваль продлится до воскресенья, 21 августа. И уже завтра вечером в пойме реки Павловки за торговым центром премьер состоится одна из самых красивых частей фестиваля – ночное свечение аэростатов. Начнется свечение в 21.45, когда стемнеет. Не пропустите это удивительное по красоте и величию шоу, ставшее изюминкой самого романтичного мероприятия нашего города.